Влияние шелкового пути на развитие торгово-экономических и культурных взаимоотношений между средневековыми государствами продолжают изучать казахстанские ученые и археологи. По их мнению, этот период требует пристальных исследований, поскольку белых пятен в истории Казахстана еще немало. Великий шелковый путь несколько тысячелетий был главной артерией Евразийского континента. С открытием морских путей к восточным цивилизациям торговля пошла на спад. По словам историков, этот фактор, как и войны, привели в упадок средневековые города на территории современного Казахстана. А ведь они были не только перевалочными пунктами для караванов, но и очагами цивилизации. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки. Изучать и систематизировать их нужно комплексно, считают ученые. Нам надо бы заниматься, собрать воедино вот эти рабочие исследовательские группы и обеспечить участие в этих группах специалистов, которые занимаются древними рукописями, древними материалами. Там должны обязательно присутствовать специалисты по устной традиции. Дело в том, что у нас в исторических преданиях, в Шижире, очень много интересных, уникальных материалов. Конечно, там должны участвовать археологи, там должны участвовать этнографы. То есть требуется комплексный подход. Эксперты разных стран и по сей день ломают головы над искусством средневековых зодчих, строивших удивительные дворцы, мавзолеи, банные комплексы. О развитой медицине, науке, культуре говорят и сохранившиеся рукописи. Так что не просто кочевники, но и талантливые строители, политики, философы. Таков был облик наших предков, говорят историки. Приуспевали средневековые казахи и в торговле. Есть еще степной путь, который соединяет великую степь и южные наши цивилизации, города. Это путь как бы связан с образом нашего жизни, поскольку наши предки в основном лето проводили в степях Казахстана, на территории Великой степи, а зиму они проводили в основном на берегах Сырдари, там тепли, там города, где можно вести торговлю, там есть возможность всегда обменяться с соседлыми соседями. Левшин пишет, что казахи ежегодно продают примерно 200 тысяч лошадей и около 2 миллионов овец, чтобы обеспечить свои внутренние потребности. Это в начале 19 века. Наверное, более ранние периоды и большее число они продавали, большее число скота. Маршрут, по которому когда-то с востока на запад шли караваны со специями и благовониями, интересен не только туристам. Объединенные общие истории страны и сейчас продолжают укреплять партнерские отношения. При этом Казахстан, развивая во все направления транспортные сообщения, как и когда-то, остается ключевым звеном, связывающим восток и запад. Индири Тикжанова, Асхат Каракайшиев, Хабар-24, Астана. В продолжение темы. Банный комплекс 10 века обнаружили археологи близ Туркестана. Находка сделана при раскопках городища Шуй-Тубе. Исследователи нашли остатки системы канализации, ванны и даже следы древнего мыла. По мнению археологов, баня не предназначалась для общего пользования и находилась во дворце города. О том, что сооружение относится к началу первого тысячелетия, свидетельствуют древние монеты и пуговицы, найденные там же. Древнее городище Шуй-Тубе находится под государственной охраной. Исследования на историческом месте продолжаются. Отметим, что баню того же периода обнаружили в 2016-м при раскопках в Сайрамском районе Туркестанской области. Некадая находка имела канализацию, керамические трубы, ванночки для умывания и комнаты для отдыха. Находка в очередной раз подтверждает гипотезу о том, что посещение бань было главным видом досуга в городах средневековой Центральной Азии. Кстати, ближе познакомиться с многогранной историей древнего Туркестана смогут этнические казахи из зарубежных стран. Специально для них организуют экскурсию по достопримечательностям региона. Она продлится два дня. Осуществить подобный проект стало возможным благодаря программе модернизации общественного сознания. А накануне поездки участники экскурсии встретились за круглым столом. Темой обсуждения стало развитие туризма. К слову, в Туркестанской области зарегистрировано свыше 100 исторических и сакральных памятников, 26 из которых включены в республиканский список. В ближайшее время подобные мероприятия пройдут в Актау, Павлодаре и Алматы. В свое время я помог соотечественникам, переехавшим из Стамбула во Францию. Сейчас во Франции живут 320 казахских семей. Некоторых из них я пригласил в Казахстан на данное мероприятие. Последний раз сюда я приезжал в 1992 году. С тех пор Туркестан очень изменился. К другим темам. Криптовалютный рынок обвалился до минимальных значений за год. А крупнейшие игроки лондонской фондовой биржи переносят торговлю в другие страны. Почему мировой финансовый рынок с каждым днем лихорадит все больше, разбиралась Зарина Весембина, наш экономический обозреватель. Доброе утро, Зарин. Спасибо, Вера. Обо всем расскажу через пару секунд. В эфире «Деловые новости». Криптовалютный рынок установил очередной годовой минимум. За последнюю неделю биткоин подешевел более чем на 20% и сегодня торгуется на бирже в среднем за 4,5 тысячи долларов за монету. Снижение, в результате которого криптовалютный рынок просел уже на 40 миллиардов долларов, началось на прошлой неделе. Аналитики связывают падение биткоина с пробитием критических уровней в районе 6 тысяч долларов, после которых игроки на бирже стали фиксировать большие потери. Кроме того, на прошлой неделе комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила о первых административных делах против основателей криптовалютных стартапов. Обвиняют их в том, что они не регистрируют свои валюты в качестве ценных бумаг. Рынок воспринял эту новость как негативную для любых виртуальных денег и моментально среагировал падением. По мнению аналитиков, следующий уровень поддержки криптовалютных колеблется в районе 5 тысяч долларов. Но если он не удержится, то криптовалютному рынку стоит ожидать падение до 3,5 тысяч долларов за монету. На этом уровне велика вероятность того, что криптовалюту вновь начнут покупать, отмечают эксперты, и рынок виртуальных денег начнет расти. Крупнейший оператор лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group на фоне предстоящего выхода Великобритании из Евросоюза рассматривает вопрос о частичном переносе торговли облигациями в Милан. Сейчас операции с гособлигациями проходят через платформу MTS Cash. Их объем во всех странах присутствия составляет 13,4 миллиарда долларов в сутки. После Brexit в марте 2019 года около 20% бизнеса перейдут из Лондона в Милан. Система MTS Cash играет важную роль во взаимодействии суверенных эмитентов и инвестбанков. Она помогает определить цену размещения. Стоит отметить, что Италия сейчас крупнейший рынок гособлигаций в еврозоне, поэтому частичный перенос London Stock Exchange Group в эту страну не случайный, говорят аналитики. С начала марта только правительство Великобритании и британские банки смогут использовать лондонское подразделение платформы MTS Cash. Для всех остальных государств доступ к системе будет обеспечен через площадку в Милане. Другим темам в Казахстане в рамках года молодежи разработают специальную жилищную программу для молодых семей. Сейчас идет разработка дорожной карты для нового проекта. Известно, что новая программа будет адаптирована под существующую 7-20-25, однако первоначальный взнос за жилье будет снижен до 10%. Отмечу, в Шимкенте такая жилищная программа уже принята. В Уральске она будет называться Акжаик Жастаре. Аналогичная программа под названием Жас Борыс будет приниматься и в Актобе. По оценке экспертов, если в каждом регионе условно по 100 молодых семей получат жилье по новой программе, это решит вопрос почти 2000 молодых семей по всей стране. И в завершении выпуска информация с казахстанской фондовой биржи тенге продолжает укреплять свои позиции. Среднеизвешенный курс доллара по итогам последней сессии составил 364 тенге 95 тенг. Это были все новости к этому часу. Вера. Зарин, благодарю. Зарина Бесембина с деловыми новостями была. Ну а мы продолжим выпуск с другими темами. Первое заседание Совета по агропромышленной политике ЕАЭС прошло в Москве. По предложению казахстанской стороны, Евразийская экономическая комиссия приступила к разработке новой методологии для прогнозирования производства в сельском хозяйстве. Кроме того, было решено, что логистические цифровые платформы для отслеживания товаров не будут создаваться на базе единой информационной системы. Рекомендация отечественного Минсельхоза интегрировать для этого национальные информационно-логистические системы. Также Минсельхоз возразил на предложение по введению антидемпинговой пошлины в отношении гербицидов, импортируемых из стран Евросоюза. По окончании работы Совета заместитель премьера Казахстана, министр сельского хозяйства Мурзак Шукеев, обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества со своим российским коллегой Дмитрием Патрушевым. Когда вообще создавался по инициативе нашего президента Евразийский экономический союз, за основу была принята методология экономического прагматизма. То есть нашим странам должно быть выгодно взаимно работать в Евразийском экономическом союзе и в том числе и в сфере сельского хозяйства. Когда мы можем, допустим, производить продукцию, которая востребована на рынках наших стран, почему бы нам, соответственно, не делать прогнозы, которые могут показать, какие объемы продовольствия мы можем производить и потреблять внутри наших стран. ЕС намерен усилить взаимодействие с Центральной Азией. Об этом на пресс-конференции заявила Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерико Маггерини. Как ожидается, в будущем году Брюссель представит новую стратегию ЕС по Центральной Азии. Буквально через несколько дней, 23 ноября, вопросы усиления взаимодействия будут обсуждаться на министерской встрече ЕС-Центральная Азия в Брюсселе, где ожидается участие и министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова. Глава европейской дипломатии отметила, что документ будет включать весь круг вопросов экономического и инвестиционного сотрудничества, а также транснациональное партнерство по водно-энергетическим вопросам и повышению безопасности в регионе и за его пределами. Сегодня с министрами стран ЕС мы обсудили укрепление нашего сотрудничества с регионом Центральной Азии. Это очень важно для нас. Я буду председательствовать на предстоящей министерской встрече ЕС-Центральная Азия с моими коллегами из центрально-азиатских стран 23 ноября в Брюсселе. Ключевые темы предстоящей встречи – это усиление взаимодействия с регионом и новая стратегия ЕС по Центральной Азии. Сегодня было единодушие со стороны всех стран ЕС усилить взаимодействие с регионом. Сфокусироваться не только на таких вопросах, как взаимосвязанность или энергетика, но также и на поддержке внутрирегионального сотрудничества и вопросах безопасности. Сейчас больше интересных событий в нашей постоянной рубрике «Между строк» и потом вернемся к выпуску. Тема, которая уже вторую неделю не покидает передовицы мировых СМИ – быть ли общей европейской армией. Французская газета «Фигарон» напоминает, 6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире радиостанции «Europe One», что Европейскому Союзу следует создать собственные единые вооруженные силы, чтобы защищаться от внешних врагов. «Мы должны иметь такую Европу, которая лучше защищает саму себя, в более суверенном порядке и не зависит только от Соединенных Штатов», – высказался глава Франции. Позже он повторил свое заявление во время визита в Берлин. Его позицию публично поддержала Ангела Меркель. А вот Дональд Трамп выглядит явно обеспокоенным на фоне франко-германской солидарности. Журналистка издания Wall Street Journal Элизабет Бро называет планы Макрона грезами. «Стратегическая автономия Европы заманчива в политическом отношении», – пишет она. «Но нереалистична в военном. Вместо нее корреспондент предлагает более удачные варианты наращивания роли ЕС в международной безопасности». Цитата. «Чтобы Европа, как выразился Макрон, сделалась органичной, суверенной силой, нужны как минимум три ключевых потенциала. Независимые европейские ядерные силы сдерживания, способность обеспечивать коллективную оборону Европы и способность совершать военные вмешательства в условиях кризисов в любой точке мира», – приводит Элизабет Бро слова немецкого генерал-лейтенанта Хайнриха Брауса. «Но у Европы нет способности гарантировать свою собственную оборону и самостоятельно действовать против основных соперников. Десятки лет ядерные зонтики Европе предоставляют Соединенные Штаты», – напоминает автор. «У европейских армий просто недостаточно крупного вооружения, которое необходимо для убедительного сдерживания потенциальных врагов», – сказано в статье. Обозреватель «Вашингтон-Пост» профессор Дэниел Дрэзнер вспоминает кризис 2008 года и пытается провести аналогию с сегодняшним днем и спрогнозировать будущее доллара. Автор пишет, он все еще убежден, что доллар в ближайшее время никуда не денется, однако уверен в этом в меньшей степени, чем прежде. Цитата. «Причины для моей уверенности не изменились. Чтобы создать жизнеспособную альтернативу доллару, любой субъект обязан выполнить два условия. Он должен иметь возможности и желание. То есть он должен хотеть и быть способным создать альтернативу, а не дополнение доллару», – отмечает Дрэзнер и далее указывает. «Доллар функционирует как резервная валюта благодаря а. Глубоким и ликвидным американским рынкам капитала и б. Прозрачной и надежной работе государственных финансовых органов. Претенденты на статус резервных валют лишены способности стать полноценной заменой. Например, если Китай хочет, чтобы юань соперничал с долларом, ему придется радикальным образом увеличить доступность ценных бумаг, динаминированных в юанях, а также степень прозрачности работы своих регуляторов. А экономикам еврозоны придется убеждать инвесторов в жизнеспособности валюты, не принадлежащей конкретному государству». Генеральный директор Apple Тим Кук в интервью изданию Access говорит, что технологические компании не должны создавать продукты, которые по своей сути хороши или плохи. Они должны беспокоиться о том, не несут ли их продукты зло. Так сам глава корпорации признался, что стал реже пользоваться смартфоном. Он заявил, что раньше слишком часто использовал iPhone, но теперь обращаются к нему все меньше и меньше. Кук ограничил количество уведомлений, которые приходили на его мобильное устройство, благодаря чему время пользования мобильным аппаратом сократилось. Согласно данным Fox News, средний пользователь проверяет новости на смартфоне каждые 12 минут. Исследование Овком подсчитало, что 78% британцев не представляют своей жизни без телефона. Обычно старшее поколение проводит онлайн 2 часа 28 минут в день, а в возрастном промежутке от 18 до 24 лет время обращения к интернету достигает 3 часов 14 минут. В июне этого года стало известно, что в новом программном обеспечении iOS 12 появится функция, которая позволит пользователям следить за тем, как они используют свои гаджеты и тратят время в приложениях. Появилась ли эффективная и безопасная вакцина против смертоносного вируса Ebola? В поисках ответа журналисты Евроньюз отправились в Сьерра-Леоны. Здесь, а также в соседних Либерии и Гвинеи в период с декабря 2013 по май 2016 годов лихорадка унесла жизни свыше 11 тысяч человек. Около 28 тысяч были инфицированы. Цитата. Чтобы помочь региону преодолеть кризис, европейские ученые работают над исследовательским проектом. Он направлен на разработку программы вакцинации для профилактики заболевания, сообщает Евроньюз. В текущем клиническом исследовании в Сьерра-Леоне на добровольной основе принимают участие свыше тысячи здоровых людей, включая взрослых и детей в возрасте от года до 17 лет. Процесс вакцинации координируют в Нидерландах. Испытуемых прививают дважды двумя разными препаратами. По словам их разработчиков, стратегия заключается в том, чтобы выработать у человека стойкий иммунитет к самым опасным для него вирусам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ранее сообщалось о 40 жертвах теракта. По сообщениям местных СМИ, бомба взорвалась во дворце бракосочетания. В это время в зале проходило торжество по случаю религиозного праздника. Смертник зашел в помещение и привел в действие взрывное устройство. На место происшествия прибыли 30 карет скорой помощи. По словам врачей, почти половина пострадавших находится в критическом состоянии. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из группировок. Федеральный судья в Сан-Франциско заблокировал реализацию указа американского лидера Дональда Трампа об отказе в предоставлении убежища мигрантам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Это произошло после того, как служитель Фемиды заслушал аргументы адвокатов, представляющих Американский союз защиты гражданских свобод. В исковом заявлении они попросили признать решение главы Белого дома нарушающим права человека. Напомню, Трамп подписал указ 9 ноября, обосновав это стремлением остановить движущиеся в сторону США караваны мигрантов, в основном выходцев из стран Центральной Америки. Согласно оценкам Американского министерства внутренней безопасности, на территории Мексики в районе границы уже скопилось около 6 тысяч вынужденных переселенцев. Еще во время избирательной кампании в 2016 Трамп пообещал своим сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику, а также усилить пограничный контроль. В Шереметьево взлетающий Boeing 737 насмерть сбил человека. Данные о трагедии официально подтвердили в столичном аэропорту. Самолет следовал из Москвы в Афины. По данным местных СМИ, погибшим оказался гражданин Армении, депортированный из Испании. Мужчина летел на родину с пересадкой в России. Бортовые системы воздушного судна не сигнализировали пилотам о каких-либо повреждениях, поэтому рейс решили не возвращать в Шереметьево. И лайнер продолжил полет в Грецию. По факту ЧП идет проверка. Без происшествий не обходится и в нашей стране. Три тонны рыбы без соответствующих документов обнаружили полицейские Алматинской области. В Карагандинской за кражу 28 лошадей задержали двух сельских жителей, а на алматинцев падают сосульки. К сожалению, есть жертвы. Кого винят в случившемся, расскажем в хронике происшествия. В городе Алматы на 60-летнюю женщину, проходившую под окнами многоэтажки, упала сосулька весом около 25 килограммов. Трагедия произошла на улице Марково. От полученной травмы женщина скончалась на месте. В Акимате Бостон-Дыкского района во всем винят товарищество с ограниченной ответственностью верный выбор, которое оказывало жильцам услуги по содержанию жилого комплекса. Очистка крыш домов от наледи входила в прямую обязанность этой компании. Буквально на прошлой неделе за подобную халатность в Алматы были оштрафованы 8 КСК. Такие виды работ, как сбивание сосульок, очистка кровли от наледи, это все должно быть предусмотрено у расходов содержания жилья. На момент несчастного случая эти работы в данном доме не проводились. Почти три часа тушили пожар на Аркалыкской птицефабрике. Горели транспортерные ленты и оборудование для кормления птиц на площади в 1440 квадратных метров. Из-за взрыва газового баллона рухнула одна из стен базы. В момент пожара в помещениях не было птицы, жертв и пострадавших от огня нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового баллона. Три тонны рыбы без соответствующих документов обнаружили полицейские Алматинской области при досмотре автомобиля «Форд». Остановили машину на трассе Куйганто-Пар. Такой немалый улов вез житель Карагандинской области. По предварительным подсчетам мужчина нанес ущербы государству на сумму более 10 миллионов тенге. А на пропускном пункте «Рубеж» при досмотре машины марки «Ниссан» в багажнике обнаружено три туши сайгаков. У владельца авто жителя Жамбульского района обнаружено два охотничьих ружья без документов. Проводится досудебное расследование. В Карагандинской области за кражу 28 лошадей задержали двух сельских жителей. Еще в середине августа неизвестные угнали животных с пастбища, расположенного в 10 километрах от села Бесоба. Хозяева лошадей почти две недели искали злоумышленников самостоятельно, а потом обратились в отдел полиции Каркаролинского района. Через три месяца сотрудники криминальной полиции нашли барымточей. Ими оказались два спотника из села Бесоба. Они дали признательные показания и вернули несколько лошадей. Ущерб фермеров составил почти 4 миллиона тенге. Уголовное дело расследуется по статье кража. В Актау четыре компании построили дома с нарушениями. Из восьми многоэтажек пять уже введены в эксплуатацию. По эскизным проектам в домах заявлено пять этажей. На деле же построено шесть. В процессе строительства ГАСК накладывал на компании штрафы, однако возведение жилья продолжалось. Согласно законодательству, в настоящее время Акимат города ставит дом на учет и не подписывает акты ввода в эксплуатацию. Технические и авторские надзоры осуществляют частники. Между тем, руководство одной из тройкомпаний, которая возвела жилые комплексы из пяти домов, обратилось за помощью в город Акимат с просьбой узаконить строительство шестого этажа. Однако удовлетворить это желание администрация отказалась и подала на нарушителя в специализированный экономический суд. Требование Акимата города Актау – демонтировать шестой этаж или же установить панорамные лифты. Согласно закону о долевом участии, вообще у нас застройщики должны получать разрешение на строительство с долевым участием. Однако у нас ни одна строительная компания разрешение не получала. Поэтому мы постоянно говорим о том, чтобы люди не вкладывали деньги в такие строительства. Именно чтобы, если оформлять уже жилье, то оформлять через нотариуса желательно, либо уже по факту, когда имеется уже акт ввода в эксплуатацию. В Атарау штрафстоянка стала бесплатной. До этого автовладельцам приходилось за каждый день простой оплачивать по 800 тенге. Многим такая сумма была не по карману, ведь некоторые автомобили находятся здесь по полгода и больше. В этой связи штрафстоянка была переполнена. На сегодняшний день на ее территории скопилось 170 легковых автомобилей, 96 мотоциклов, а также больше 10 лодок и грузовиков. Сюда их доставили или по постановлению суда, или дорожные полицейские, а лодки были изъяты у браконьеров. Согласно постановлению Акима города Атарауа 3 августа 2018 года, автомобили, находящиеся на штрафстоянке, расположенные на территории нашего предприятия, владельцы могут забрать абсолютно бесплатно. Постановление 2005 года было отменено. Взимать плату за штрафстоянку не будут. Немецкие специалисты в сфере возобновляемых источников энергии призывают казахстанских коллег развивать производство биотоплива для зеленых электростанций. Наша страна является крупнейшим экспортером зерна, и, по их мнению, есть смысл добывать из него биомассу. В Германии она является вторым по величине источником энергии. Об этих и других перспективах казахстанско-немецкого сотрудничества в области развития альтернативной энергетики сегодня говорили в Сатпаев вчера в университете. Германия, как известно, является мировым лидером в этой области. И за последние три года в результате тесного сотрудничества с Казахстаном уже реализуются два крупных проекта. Это ветровой парк в Акмолинской области и солнечный парк под Карагандой. По мнению немецких ученых, в Казахстане есть все предпосылки для развития возобновляемых источников энергии. Есть смысл делать это децентрализованно. Здесь было бы куда экономичнее, учитывая расстояние в Казахстане, а развивать возобновляемые источники энергии в маленьких городах и селах. В то же время стоит уделять больше внимания проектам молодых предпринимателей в регионах. В два раза больше предприятий займутся этой зимой обслуживанием дорог в Актобе и пригороде. На территорию города и сельских округов поделили на 11 лотов. Именно столько компаний займутся содержанием и уборкой снега. Это сделано для того, чтобы повысить оперативность. По прогнозам синоптиков, зима будет снежная, снегоуборочная и другая специализированная техника на готове. Всего будет задействовано свыше 220 единиц. По линии ДЧС подготовлены 139 пунктов обогрева и три трассовых медико-спасательных пункта. Более 600 единиц техники, из них 44 единицы высокой проходимости. На сегодняшний день готовность инертных материалов. Это соль более 600 тонн, песко-соляной смеси более 1500 тонн. Но на сегодняшний день у нас, как видите, погодные условия, пока у нас снега нет, но у нас вся техника на готове. Идет у нас круглосуточное дежурство всех спецмашин. То есть в любое время при выпадении осадки, хоть и в ночное время, у нас техника готова. А сейчас время рубрики «Обзор прессы» и свежими интересными новостями. Со страниц газет готова поделиться Анастасия Сулейманова. Доброе утро, Настя. Что интересного пишут, рассказывают. Вера, доброе утро и доброе утро нашим телезрителям. О самом интересном расскажу буквально через несколько секунд. Не переключайтесь. Начну свой обзор с истории. Достопримечательности Жамбылской области признаны всемирным наследием. Пишет газета «Знамя труда». Мавзолея Шабиби и дворцовый комплекс «Акертас» внесены во всемирный список объектов с особой туристической привлекательностью. Об этом стало известно в Турции. За достопримечательности Жамбылской области проголосовали большинство из 24 стран мира, которые входят в Международный комитет по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма при Евразийской организации экономического сотрудничества. Это значит, что при проведении экскурсии в регионе обязательным станет посещение мавзолея Шабиби и дворцового комплекса «Акертас». Тема дополнит цитата. Предлагаю послушать. Предыстория этого события следует считать инициативу президентов Турции, Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана, входящих в Совет Содружества Тюркоязычных Государств, о формировании нового маршрута – современный шелковый путь. И другая приятная новость для жителей Туркестанской области. В Житасайском районе планируют выращивать оливки и производить из них масло, пишет газета «Южный Казахстан». Условия проекта уже обговорили отечественные специалисты с представителями испанской компании. Оливковую и миндальную рощи заложат на 25 гектарах. Первый урожай уже планируют собрать через три года. Ранее почву из Житасая отправили на исследование в Испанию. Давайте послушаем результат. Климат и почва здесь схожи с нашими. После выбора участка, возможно, в феврале следующего года, приступим к разбивке садов с капельным орошением. Вот еще на одну интересную новость наткнулась в газете «Зверзда прииртышья». Мобильное приложение «Гид» по сакральным местам Павлодарской области разработал магистрант второго курса одного из вузов Кинес Кабулбеков. Над своей разработкой автор работал больше двух месяцев. В итоге пользователям смартфонов теперь доступна информация о 15 культурных памятниках Павлодарской области. Послушаем подробнее, какие возможности есть у этого приложения. Пользователи могут получить информацию о культурных и исторических памятниках, содержащих описание объектов, фотографий и функцию определения места на карте. Описание доступно на русском языке. На данный момент приложение «Сырое» функционирует в демо-версии. Не весь функционал реализован. Рассматриваем вариант добавления функции QR-сканера. То есть на сакральных объектах будут стоять стенды с QR-кодом, отсканировав которые, можно будет сразу же узнать полную информацию об объекте. Ну и большое радостное событие произошло для школьников Петропавловска. Там открылся уникальный дворец школьников, пишет Петропавловск Ньюс. Раскинулся он в микрорайоне Жасоркен. В новом современном здании для ребят предусмотрены центры робототехники, биотехнологии, мехатроники и 3D-технологии. Дворец построен по особому проекту, специально для дополнительного развития школьников. Там уже открыли 87 кружков. Одновременно смогут заниматься 1800 ребят разного возраста. Ну, надеюсь, ребята будут с пользой и интересом проводить свое время. Ну, а на этом у меня все. Вера, эфир ваш. Спасибо большое, Настя. Ждем тебя в следующем эфире. С новой информацией. Это была Анастасия Сулейманова со взором прессы. Ну, а мы продолжим. Семьи победителей первого этапа проекта «100 новых лиц Казахстана» встречаются с молодежью и рассказывают о секретах своего успеха. Среди них и молодой поэт, докторант и лавриат государственной молодежной премии Серпер Ержан Жумабек. Стихи он пишет со школьных лет. Сейчас в тесном сотрудничестве работает с композиторами и пишет песни для исполнителей отечественной эстрады. Ержан Жумабек признается, что проект «100 новых лиц Казахстана» дал ему силы и мощные импульсы для занятия творчества. Благодаря проекту я побывал во многих уголках нашей страны. Во время встречи со студентами и школьниками рассказывал им о своем творчестве и делился опытом. В ближайшее время собираюсь поехать в Тарас. Планов у меня много. Пишу песни и занимаюсь переводом книги на турецкий язык. С юмором, а серьезным. Почему разводитесь? Изменили, бьете, пьете, не исполняете супружеский долг, не работаете, не любите? Привет, девчонки, как дела? Давайте знакомимся, меня Ермек зовут. В Казахстанский прокат выходит отечественная комедия «Goodbye, my bye». В то время, когда создается большое количество фильмов про свадьбы, авторы решили снять комедию про развод. Жена главного героя хочет жить отдельно, а оставлять маму как-то неправильно. На почве разногласий супруги решают развестись. Однако друзья не оставляют в беде своего друга и утешают его разными способами. Ну а какие страсти разворачиваются на сцене «Астана-Опера», расскажут мои коллеги в программе «Культ-вояж». Прямо сейчас посмотрим вместе. Давайте. Концерт «Дороги любви» из цикла «Музыкальный салон Бальканта» прошел в камерном зале Театра «Астана-Опера». Мелодичные признания в любви жителям и гостям столицы прозвучали в исполнении известных вокалистов и ярких музыкантов-инструменталистов. Этот наш салон, музыкальный салон, который мы открыли еще в первый год, уже пять лет как ему, да, вот, у нас он в году несколько концертов проходит. Там, в общем-то, темы разные. Такая тема, как были и лирические концерты звучат, и романсы звучат. Ну, в общем-то, разных жанров все это. В программу концерта вошли произведения Беллини, Даницетти, Шумана, Легара и других авторов. Хотя это очень интересное, полноценное произведение из 15 лет. На одном из концертов в грядущем я постараюсь исполнить полностью этот цикл. А также прозвучат три вокальных произведения из цикла «Мирты» Шумана. В ходе концерта солисты столичного театра продемонстрировали богатые вокальные краски, безукоризненную технику, а также артистичную подачу образа. Актер Государственного академического русского театра драмы имени Горького, народный артист Кыргыстана, Меденет Хайрет Кире Сергей Матвеев удостоен премии за лучшую мужскую роль Второго республиканского фестиваля малых форм имени режиссера, актера-поэта Рустема Ездаулетова. Событие состоялось в Усть-Каменогорске, где столичная труппа представила моноспектакль «Наедине с Пушкиным». Пушкин у меня появился неожиданно и по тем обстоятельствам, которые неожиданно сложились. Я выпал из репертуара театра по состоянию здоровья на три месяца. И я находился дома, мне нельзя было не выходить, и вот я, находясь один на один с самим собой, решил сделать программу. Подошел к библиотеке, нашел Латомик Пушкина, долго искал форму, долго искал автора, как это все это сделать. И остановился на Пушке. Сергей Федорович помимо своих актерских навыков, мастерски демонстрирует и режиссерский талант. За 40 лет карьеры он поставил около 25 авторских спектаклей. Государственная академическая филармония Акимата города Астаны стала творческой средой, где реализуются талантливые музыканты. Тому доказательство дебют дирижера Калкамана Дюсимбаева и виолончелистки Шинар Каримовой, который состоялся в столице. Музыкальный путь Шинар Каримовой начался в раннем возрасте. Шести лет с поступления в класс виолончели Казахской национальной академии музыки. В прошедшем концерте она исполнила произведение британского композитора Эдуарда Элгара. Этот концерт очень знаменитый. Он стал знаменитым благодаря такой известной и очень гениальной виолончелистке, как Жаклен Дюбре. И теперь в Казахстане мне посчастливится этот концерт сыграть. Я очень счастлива. Я надеюсь, что будет все хорошо. Я оправдаю надежды слушателей. В ходе вечера симфонический оркестр исполнил Балбарауэн, Евгения Брусиловского, Увертюру Ромео и Джилета, Петра Чайковского и другие произведения. Выпускник Московской консерватории по специальности волторнист Калкаман Дюсимбаев дирижировал весь вечер. Как отмечает сам музыкант, об этом он мечтал давно. Вообще, лично для меня, каждому произведению должен быть подход. Потому что это не легкое, а более сложное произведение. Тогда, я думаю, что будет какой-то эффект и, как говорится, результат. Всегда надо подходить к серьезности каждому любому произведению. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 22 ноября Шемкенский городской театр сатиры и юмора устроит показ комедии «Керелегом де Сагндем». 22 ноября в Холе энергии в Астане пройдет танцевально-музыкальный спектакль «Малена». 26 ноября на гастрольной сцене театра имени Лермонтова состоится постановка «Легенда о Ромео и Джульетте». «Керелегом де Сагндем» «Керелегом де Сагндем» «Керелегом де Сагндем» «Керелегом де Сагндем» Продолжение следует... Стоится погружаться на глубину до 20 метров. Мы видим, что в Берлине неспокойно, стражи порядка, а констатируют десятки задержаний. Их задача принять со спутника сигнал и распространить на близлежащую территорию. Впрочем, тысячи казахстанских семей так никогда и не забудут об испытаниях на Семипалатинском ядерном полигоне. Астана-опера. Мемникетского опережения балет-театра. Был юрданый стол Жагалавун Дорласкан, союли стыклигусы, ерекши насанным бюро. Мы продолжаем утренний выпуск новостей. Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. В агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции назвали министерства, работники которых чаще всего задерживаются на работе больше 8 часов. Так, в Министерстве национальной экономики общее время переработки служащих в сентябре составило почти 5000 часов. В Министерстве здравоохранения свыше 3000 сельского хозяйства 552 часа. Эти данные озвучили на заседании комиссии по этике. В среднем каждый работник задерживается на час. Некоторые из них выходили на работу даже в выходные дни. Данные получили после анализа скуткарт. Сейчас идет работа по созданию гибкого графика для госслужащих. Среди них продолжается опрос, в каких условиях они хотят работать. Опрос начался. Опрос уже показал, что некоторые госорганы, то есть некоторые госслужащие госорганов, хотят сокращения обеденного перерыва и, соответственно, пораньше уходить с работы. Некоторые госслужащие, которые далеко живут от работы, хотят, наоборот, попозже приходить на работу и попозже уходить, соответственно. Необычный ресторан открыли в Нью-Йорке. Заведение привлекает тех, кто устал от общения. Здесь нет привычного зала со столиками и официантами. Гостей встречает длинный ряд кабинок, скрывающих соседей друг от друга. По мнению владельцев ресторана, только так можно в полной мере ощутить вкус блюда и насладиться им. Кроме того, клиентам даже не придется общаться с персоналом. Они оплачивают заказ через автомат на входе. Потом, заняв свое место, можно написать на бумажке про желание по ингредиентам блюда и передать записку через открывающуюся панель. Оттуда подается и заказ. Картины, драгоценности, клюшки для гольфа, полицейские значки и жетоны. Аукционный дом Сотбис выставляет на продажу имущество, некогда принадлежавшее легендарному певцу Фрэнку Синатре и его последней супруге Барбаре. Все, что уйдет с молотка, это 44 лота, хранилось в доме Читы и никогда раньше не выставлялось на продажу. Некоторые вещи, как ожидается, уйдут по неожиданно демократичным ценам. Например, за именной полицейский значок Синатре Сотбис ожидает выручить всего порядка 800 долларов. Ну а самый дорогой лот – это кольцо, которое Фрэнк подарил Барбаре, когда предложил ей стать его женой. Заполучить кусочек имущества Синатре любой желающий сможет уже через несколько недель. Торги пройдут в Нью-Йорке 4 и 6 декабря. Все эти лоты впервые выставляются на аукцион. И в этом их уникальность. Барбара Синатра скончалась в прошлом году. Фрэнк умер раньше нее. Но все эти годы она жила с этими вещами. Настолько они были дороги ей. Только сейчас сын знаменитой Читы решил пустить все это с молотка. Информационную картину дня через пару минут продолжит моя коллега Морал Байгара. Новости на казахском языке не пропустите в 9 утра. Я с вами прощаюсь и желаю вам продуктивного, удачного дня сегодня. До встречи!